НЕМНОГО ГРОМКИХ ФРАЗ Да, вот бы однажды сидеть и с умным видом, покачивая головкой, делать одолжение большевикам и Ленину, что, мол, ну да, они, наверное, тоже какое-то отношение к революции имели. Слышь, Костян, корона там тебе не жмет? Ну или там золотой маузер в паху не натирает? Не большевики должны вспоминаться, а триумфальное шествие советской власти. Советская власть, это когда всякая другая власть испарилась, люди начали самоорганизовываться на местах, даже там, докуда большевики не дотягивались. Советы, это не большевики. Советы, это низовая демократия, которая выросла там, где была разрушена всякая другая система власти. Советская власть, оказывается, выросла на месте безвластия. Не в большевиках дело, а в низовой демократии. Советская власть, это когда всякая другая власть испарилась, советы, это не большевики. Советы, это низовая демократия. Советы, это не большевики. Советы, это не большевики. В первые же дни революции появились советы. Победившая революция опиралась на советы рабочих и солдатских депутатов. Восставшие рабочие и солдаты создали советы рабочих и солдатских депутатов. Революция 1905 года показала, что советы являются органами вооруженного восстания и в то же самое время зародышем новой революционной власти. Идея советов жила в сознании рабочих масс, и они ее осуществили на другой же день после свержения царизма, с той, однако, разницей, что в 1905 году были созданы советы только рабочих депутатов, а в феврале 1917 года по инициативе большевиков появились советы рабочих и солдатских депутатов. Советы — это не большевики. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok